теперь друзья то что касается лолитиных аметистовых сколов видите я не стала вам их показывать в баночке понятно как они выглядели вы их видели вот я стала собирать их таким образом у меня здесь есть между ними были ки маленькие я их сделал малюсенькими серебряными потому что серебро к цвету самих аметистов больше подходит на их и не видно будет видите вот тут и тут я и и здесь я надеюсь что у меня получится использовать я отмыла в течение многих-многих дней лежал этот вот помните два кулона со стрекозой были вот отмыла от этот я не знаю там по моему хлора ткань была на нем поэтому вообще не отмывалась вот я еле-еле теперь мне нужно еще убрать может быть если получится вот эти вот белесости которые тут есть между рисунком выпуклым и я думаю что к этим был я хочу прикрепить еще две маленьких цепочки еще один ряд сделать здесь вот так было и сделать вот этот кулон декорировав его но так как лолита обладает аллергией на такие металлы обычные то наверное мне придется сделать его на коже но посмотрим как в общем пока что этот кулон у меня под вопросом к этому колье уж очень мне не хочется делать его вот просто так мне бы хотелось конечно сделать что-то здесь интересное на этом украшении посмотрим что получится так вот на столе показываю как получилось украшение я применила здесь темные кристаллы которые контрастируют несколько с самими аметистами и мне кажется подчеркивают красоту самого украшения а вот этот кулон который я обещала я буду здесь использовать я пока решила не использовать во первых мне очень нужно доработать а потом уже буду делать его на кожаном основании думаю вот такое украшение вот такое украшение из аметиста валите но получилось на мой взгляд смотрится хорошо друзья я приступаю к одному из последних украшений не к самому последнему из лолитиных бусин это у нас будет грамматик вот такой двух видов видите кругленький и сколы также я наверное буду использовать вот такие кристаллики стеклянные и буду декорировать вот этот элемент у меня одна такая бусинка перламутровая осталось есть из буду использовать может быть два-три вот таких скола граната но и раскрошенный аметистик крошка аметиста совсем которую мы немножечко размельчили и так это будет украшение которое не буду собирать на пины длинненькая надеюсь будет украшение типа сатуара вот с такой подвеской приступаем ну вот друзья что получилось из злолитийного граната который ей достался от свекрови я сделала обычный такой крупненький замочек карабин это длинненькое такое украшение из авторского кулона я вот так его еле-еле отмыл от этой хлора ткани клея и прочих вещей и вот что получилось даже вот я вот видите еще здесь штучка такая а вот все но это я уберу щас вот и вот что получилось я сделала сколы аметиста здесь такие прозрачные у меня была перламутровая такая бусинка не правой формы и я сделал такой кулон и вот так получилось это украшение получилось это украшение ну как это будет на манекен да я вам хочу сказать что вот эти вот кругленькие бусины и сколы я поставила как вы видите вот по очередности здесь по 8 штук 8 штук шаг и здесь а тут тоже 8 и тут по 5 вот так получилось это украшение сейчас посмотрим на манекен ну вот как смотрится на манекене это украшение она такой длинненькая но типа сатуар чека вот так идут бусины и вот так смотрится на манекене мне кажется очень такой повседневный и стильный вариант украшения вот друзья я окрашиваю лолитин и бусины стеклянные фотографии вещи вот так я в банку брызгаю вот эту краску вот этого серебряного глянцевого цвета и вот так их потом накалываю на зубочистку так раз и вставляю в губку все и они у меня будут сохнуть ну часа два-три ну что друзья наши бусины высохли видите сколько их вот сейчас я их сложу в коробочку коробочку и из них делать украшение но у нас есть уточнение лолита хочет из них не колье а объемные двурядные наматывающиеся на руку браслет вот с этой друзы как я уже показываю это дружа агата и я буду делать такой браслет но я думаю что если ей нужен именно наматывающийся браслет то это может быть и и браслет плавно превращающиеся в колье когда у лолиты будет такое настроение и так посмотрим что получится вот из окрашенных бусин получилось какое колье которое может превращаться в браслет если намотать его на руку два раза но мне кажется что как колье конечно более интересно смотрится я сделала через проставочные бусины эти большие бусинки они стали очень однородные вот это друзья сюда прекрасно легла вот наши смотрится очень хорошо но и еще оставалось две сережки о вернее две бусинки извините я сделала серьги вот такие простые фурнитуры родеевая здесь и на манекене вот как выглядит это украшение здесь у нас просто неровно висит вот кстати друзу если перевернуть ровной стороной она тоже очень красиво смотрится а 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